Всем привет! Вы на канале Майстер Своего Дела. Сегодня мы с вами будем готовить удивительные, необыкновенные печенья из творога. Такие творожные печенья называют также гусиные лапки. Для приготовления фантастической выпечки нам потребуются следующие продукты. 300 г творога, 1 яйцо, 130-150 г сахара, 80 г сливочного масла, мука, приблизительно 400 г, возможно чуть больше или чуть меньше, в зависимости от того, какое тесто у нас будет получаться. Пакетик ванилина, это 10-11 г, цедра лимона, буквально 2 чайные ложки и немного разрыхлителя теста, буквально пол чайной ложки. Также нам потребуется щепотка соли. Все продукты уже подготовлены и мы приступаем к приготовлению творожных печеней. Берем глубокую миску, отправляем в эту емкость творог. Творог я использую крупнозернистый, посмотрите, крупинки очень крупные, поэтому я буду все взбивать блендером. Пересыпаем творог. В емкость с творогом разбиваем яйцо. Сразу же добавляю сюда соль, щепотка соли. И перекладываю цедру лимона. Все эти ингредиенты я сейчас хорошенько взобью блендером. Сначала немного все перемешаю. Вот так хорошенько я перемешала и теперь взобью все это блендером до полной однородности, чтобы творог у нас получился нежным, мягким. Вот такая белая творожная однородная масса получилась. Отставляю ее ненадолго в сторону и теперь займусь сухими ингредиентами. В пустую емкость я сейчас просею муку. Муку просеиваю не всю сразу, лишь только часть муки. В емкость с мукой я сейчас натру сливочное масло. Сливочное масло я буду натирать на крупной терке. Масло у меня слегка подморожено. Поступаем следующим образом. Окунаем, хорошенько окунаем масло в муку. И натираем. Периодически продолжаем окунать масло в муку. Я натерла масло. Сейчас в эту емкость я добавлю ванилир. Можно использовать ванильный сахар по желанию. Сюда же добавляю разрыхлитель теста. Немного. Аккуратно все это перемешаю. Перемешиваем руками. Растираем масло с мукой вот в такую крошку. Вот такая масса получилась. Посмотрите. Вот такая крошка из муки и масла. И теперь творожную массу нам необходимо соединить с этой крошкой. Пересыпаем крошку в творожную массу. Начинаем вымешивать творожное тесто. И постепенно мы будем сюда подсыпать муку. Наше тесто довольно-таки нежное, мягкое. И нам нужно сделать его еще плотнее. Поэтому подсыпаем сюда немного муки. Ориентируйтесь на свое тесто. На его консистенцию. И регулируйте количество муки. Вот так немного муки я еще добавлю. Продолжим замешивать. Тесто должно получиться плотным. Не липнущим к рукам. Посмотрите. Вот такое тесто получилось. Оно уже не липнет к рукам. Тесто довольно-таки плотное. И сейчас я заверну тесто в пищевую пленку. Аккуратненько заворачиваю тесто в пищевую пленку. И убираю его в холодильник на 20 минут. Наше тесто я уже вытащила из холодильника. И сейчас я буду его раскатывать. Вынимаем тесто из пищевой пленки. Пленку не убираем. Мы сейчас разделим тесто на 2 части. Посмотрите. Вот такое тесто. Разделяем его на 2 части. Одну часть я оставляю. Вторую часть заворачиваю в пищевую пленку. И убираю снова ненадолго в холодильник. Рабочую поверхность стола присыпаем мукой. Выкладываем тесто. И раскатываем тесто очень тонко. Вот так аккуратненько раскатываем тесто. В тонкий такой пласт. Вот такая толщина. Здесь приблизительно полсантиметра. Возможно даже чуть меньше. И теперь из этого теста я буду вырезать круги. Для этого я буду использовать вот такую формочку. Вы можете использовать стакан. Либо кружку. Возможно какую-то миску. Все по желанию. Вырезаем одинаковые круги. Я вырезала круги. Лишнее тесто ненадолго убираю в сторону. Посмотрите. Вот такие кружки. И теперь поступаем следующим образом. В миске у нас уже насыпан сахар. Одну часть круга мы окунаем в сахар. Вот таким образом. Эта часть, которая у нас сейчас находится в сахаре, должна оказаться внутри. Заворачиваем вот так пополам наш кружок. Просахаренная часть находится внутри. Снова одну сторону обмакиваем в сахар. И снова эту же часть заворачиваем вот таким образом. Она у нас снова оказывается внутри. И теперь нам нужно будет обмакнуть еще раз. Еще одну сторону. Вот так мы свернули нашу печеньку будущую. И сейчас поступаем следующим образом. Ножом я сделаю вот такие два небольших надрезика. Посмотрите. Вот здесь и вот здесь. Небольшие такие надрезики. Мы же помним, что наши печенья называются гусиные лапки. Делаем такую имитацию гусиных лапок. И выкладываем изделие на противень. Противень я уже застелила пергаментной бумагой. Бумагу смазала растительным маслом. И теперь выкладываем наше изделие. Изделие выкладываем той стороной, которая не засахарена. То есть вверх у нас в сахаре, вниз у нас не засахарен. Поступаем точно так же со всеми остальными кружками. Посмотрите. Вот такие изделия получились у нас. Отправляем наше печенье в духовку, прогретую до 180 градусов. И будем выпекать их в течение 20-25 минут. Приступаем. Дорогие друзья, наше творожное печенье гусиные лапки готово. Посмотрите, какие аппетитные, ароматные, очень вкусные творожные печенья получились. Сейчас я разломлю печенье и покажу. Посмотрите, какое оно нежное. Печенье еще горячее. Оно очень ароматное, очень вкусное. Очень ароматное, очень вкусное. Посмотрите, изумительное печенье. Для домашнего чаепития такая выпечка идеально подойдет. Порадуйте близких. Приготовьте вкусные, аппетитные творожные печенья, гусиные лапки. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на наш канал Мастер своего дела. Ставьте лайк. Оставляйте свои комментарии. Всем пока. До новых встреч.